А все ли инвестиции дают пассивный доход? Салам алейкум, друзья! Меня зовут Кумар Мухаммедзианов. Я очень рад видеть вас на моем канале. Если вы еще не подписались на него, пожалуйста, подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. Я стараюсь раз в неделю выпускать полезное для вас видео. Меня часто спрашивают, Кумар, цель любой инвестиции это получение пассивного дохода? Хочу сегодня об этом с вами поговорить. И надо сказать, что, конечно же, не все инвестиции, далеко не все инвестиции нацелены на то, чтобы давать инвестору пассивный доход. Так как инвестиции это вложение денег в бизнес, в конце концов, какой бы сложной ни была схема, но все-таки только бизнес делает прибыль, бизнес делает добавочный доход. И так, поэтому только бизнес может генерировать или рост, или прибыль. Так вот, основа бизнеса, основная цель бизнеса, это не пассивный доход, друзья. Это не дивиденды. Это все-таки рост. Рост капитализации компании. И когда вы, например, организовывали компанию или с кем-то, да, стартапы, основная цель стартапов, это рост компании. Например, IT-компании начинаются в гараже, да, как там у Apple, Hewlett Packard и так далее, и так далее. И они дорастают до огромных корпораций. Вот это основная цель. Не пассивный доход. Поэтому, каким бы ни был актив, друзья, зависит от того, какая у вас цель. Рост или пассивный доход. И здесь тоже есть правило. Например, молодому человеку, который хорошо зарабатывает, начал работать, хорошо зарабатывает, зачем ему покупать акции, допустим, ради пассивного дохода. У него и так доход уже есть. Ему надо расти, чтобы его капитал рос. А вот пожилому человеку, который уже собирается выходить на пенсию, он, допустим, продает свой бизнес, но ему нужно дальше на что-то жить. Вот сейчас для него очень актуально получение пассивного дохода. И он покупает акции, например, которые генерируют стабильный пассивный доход. Поэтому ответ, друзья, очевиден. Не все инвестиции дают пассивный доход. И не все инвестиции призваны давать пассивный доход. И надо четко понимать цели инвестора, задачи инвестора, возможности инвестора и мотивы инвестора. Что он хочет получить. От этого же отталкиваться. Поэтому, друзья, знайте, что инвестиции бывают разные. Но любую инвестицию, любой инвестиционный актив можно подстроить под задачи. И нужно подстроить под задачи инвестора. Иначе зачем это все создавать. Бизнес создается, например, и инвестор себе ставит цель. Рост. Или говорит, мы дорастаем до такого-то уровня. Через два года я хочу получать стабильно 500 тысяч рублей в месяц. Акции то же самое. Например, молодой инвестор хочет рост капитала своего, рост своего портфеля. Говорит, я 10 лет не буду дивиденды получать. Хочу только акции роста. А потом, пожалуйста, либо перекладывается в акции дивиденды, либо начинает уже продавать акции роста и пользоваться, иметь пассивный доход. Так же с остальными инструментами, друзья. Поэтому вот такой мой ответ, вот такой мой взгляд. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. У меня в описании под видео есть мои все контакты. Поэтому, если кто хочет написать мне лично, пишите на WhatsApp, в Instagram. Буду рад ответить на ваш вопрос. На этом все, друзья. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, знакомыми, родственниками. Пусть как можно больше людей станут финансово независимыми. Всего доброго. Салам алейкум.